Страну же делают люди, правильно? А не страна делает людей? Нет, страна делает людей. А в стране кто находится? Страна без людей может быть? Ну, нет, но все равно. От людей ничего не зависит. А от кого зависит? В России. А, в России. Хорошо, что вы это добавили. Зависит от властей. А они не люди? Власт не люди? Ну, смотря кто. Нет, ну, кто бы ни был. Они, то есть, ну, можно такое слово применить к некоторым, они не люди, да, так можно сказать. Но, если врач физиологически, они же люди, у них есть ноги, руки, у них есть голова. Привет. Привет. Чем занимаетесь в чат-рулетке? Да, ничем. Общайтесь с кем-то или нет? Ну, да. Какие темы? Ну, просто, как дела? И все, да, просто как дела, и все. Как у вас жизнь проходит в вашем городе? Да, хорошо. Все довольны, все нормально? Да. Учитесь, наверное, еще, да? Почему? Работы. Уже работаете? Ну, тогда комплимент. Я думал, что вы учитесь еще. Ну, и как вам работа? Как вам зарплата на работе? Сама на себя работаю, поэтому хорошо. А, сама на себя? А есть секрет, о чем промышляете? Пирсинг. А, вы делаете пирсинги? Ну, и как? Нормально. Люди хотят этим заниматься? То есть, делать их? Ну, не все, конечно, но есть. Ну, это получается, то, чем вы занимаетесь, это прибыльная, да, получается, специальность для вас? А если люди перестанут это делать, чем вы будете заниматься? Или никогда это не перестанут делать? На ближайшие два года очень много планов в развитии. В развитии, а что именно? Что вы хотите развивать? В чем развиваться? Ну, студия вот эта. А, студия? Много всего. Не только пирсинг. А что сейчас, татуировки делать? Понятно. А вы хорошо умеете рисовать? Вы художник? Ну, более-менее. Вам нравится, чем вы занимаетесь? Да. То есть, вы всем довольны, вас ничего не беспокоит? Это очень редкий случай здесь, в чатурлетке. Обычно мизи жалуются все. Меня все устраивает. То есть, и вы живете вот в вашем городе, вы не собираетесь никуда уезжать? Ни в Москву, ни в Питер, я не знаю, где вы сейчас? В Москву собираюсь после Нового года. Переехать в Москву же, да? А вы думаете, там в Москве будет проще с вашей специальностью? Или вы будете какую-то другую специальность получать? Да нет, почему? Попробовать стоит все. Ну, там же в Москве очень много своих специалистов в этом деле. Ну, у меня там знакомая есть, у нее своя студия. Да, думаю, не так сложно будет. Ну, а как вам выборы, которые прошли недавно? Все как обычно. Единая Россия победила, как и должна была быть, да? Ну, почему? Выбор без выбора. Ну, вам нравится власть сегодняшняя в России? Там Путин, Единая Россия, эти ребята. Ну, не очень-то и устраивает, но все равно, если вот Путина не будет, то начнется храм. А почему? Мне всегда интересно, как я когда с людьми общаюсь, откуда у вас такие мысли, что вам кажется, что именно так? Вот почему в других странах Путина нет, а люди живут лучше? Ну, там большая часть, там все по-другому. Ну, а почему по-другому? Это страну же делают люди, правильно? А не страна делает людей? Нет. А как? Страна делает людей. Страна делает людей. А каким образом страна делает? А в стране кто находится? Страна без людей может быть? Ну, нет, но все равно. От людей ничего не зависит, особенно вот... А от кого зависит? В России. А, в России. Вот, хорошо, что вы это добавили. Зависит от властей. А они не люди? Власт не люди? Ну, смотря кто. Нет, ну, кто бы ни был. Они... То есть, ну, можно такое слово применить, к некоторых, они не люди, да, так можно сказать. Но если брать физиологически, они же люди, у них есть ноги, руки, у них есть голова. Другой вопрос, как они этим все пользуются. Голова есть у собак. Ну, окей, разум есть, есть возможность творчества и так дальше. Творчество может быть и только в хорошую сторону, а может быть и в плохую сторону. Эти люди знают, что такое деньги, эти люди знают, как считать их, эти люди знают, как воровать. Эти люди знают, как обкрадывать других людей. Собаки это не делают. Собаки умеют воровать. Воровать умеют, но они это не делают продуманно, как люди. Понимаете, у собак есть какие-то правила четкие, они им следуют. Естественно, но у них нет того, что есть у человека. Поэтому человек отличается от других животных. Да, я знаю. Ну, вот что должно произойти в России, чтобы кардинально что-то изменилось? Возможно, уже все изменится в 2024 году, если в 2020, когда были поправки Конституции. Если это сильно не повлияет, то Путин же уйдет по закону. А если были поправки в Конституции, то он так и останется. Да, но дело в том, посмотрите, если вы посмотрите тенденцию, как выстраивается. Вот Единая Россия с привязкой к Путину, правильно? Это все же одни и те же ребята. Ну, коллективный такой Путин. И есть плюс еще общество, то есть народ России, который не согласен. А есть население России, которое, в принципе, им вообще все равно, что там делают Единая Россия, Путин и все там воруют. Ну и пусть воруют, я тоже ворую, многие говорят мне. Вот Путина нет, да, например, на его место кого вы видите? Ну, кто придет? Тоже кто-то из Единой России такой же, как он. Точно так же будет воровать, точно так же будет делать. А я спрашиваю, есть ли возможность и каких-то изменений в стране? Ну, не знаю. Поживем, увидим. То есть пусть она катится, как сабукатится, да? Но если она будет сама катиться, то она будет катиться именно так, как сейчас катится, потому что Путину власть уже 20 лет. Ну, по-другому-то никогда никак не будет. А почему? Как вы сказали, уйдет Путин, придет такой же, как он. И так далее, и так далее. Нет, я говорю, если ничего не делать, придет такой, как он. Вот если никто ничего не будет делать, а просто пусть само оно как катится, как катится, тогда да, тогда придет такой же, как Путин, и будет еще хуже. А что делать? На митинги ходить? Уже устраивали митинги. Много кто? Кто? Кто много устраивал митингов? Почему вот такая малая часть... Даже взяли то, что ново-новального. Смотрите, почему такая малая часть в России готова становиться гражданским обществом? То есть, голосовать, каким-то образом за свое право выходить или за права другого человека. Говорить правду, например, как Путин и его команда ведут себя в отношении других стран, например. Вот почему так получается, что люди в России ничем не довольны, им все не нравится, но когда дело заходит до других стран и внешней политики, они говорят, нет, а там он все правильно делает. Но может быть так, что здесь он для народа делает плохо, да, все неправильно, а вот с другими странами он делает все правильно и все хорошо. А ну уж так не бывает. То есть, если человек подлец, он подлец. Если человек лгун или врун, да, он будет врать и что так, что так. Почему здесь ему верят, а здесь нет? Как вам кажется? Ну это же от людей зависит, от их восприятия. То есть, скажем так, огромная часть общества в России, это те люди, которые такие же, как Путин, правильно? То есть, вы это им хотите сказать? Ну да, все по-тому. То есть, никаких изменений ничего не будет? Хорошо, а если вот тогда, вот смотрите, Советский Союз, когда распался, я не знаю, сколько вам лет, но я думаю, что вы все равно знаете эту историю, да, распад Советского Союза. Отделились от Советского Союза народы, другие народы, ну вот так, ребята, понимаете? Человек работает, вот он как бы вроде бы всем доволен, но тем не менее, посмотрите, чем глубже мы заходили в разговор, тем больше было понятно, что на самом деле происходит внутри у этого человека, и как она довольна всем, и что она видит. Потому что, по сути, сегодняшняя Россия, это клановая мафия, которая захватила власть, держит их в своих руках. Потому что, если смотреть, что сегодня вытворяет вообще российская власть, жителями России, да, она вообще объявляет террористами какую-то часть, которую она хочет. Вот кому-то не нравится, вот, например, Меджлис, да, в Крыму, всегда были, всегда все в порядке, все нормальное, и вдруг путинская команда такая, а это террористы, это такая организация, вот мы так решили. Потом раз, какие-то еще либеральные общества в стране им не нравятся, потому что они критикуют их. Ну, это будут иностранные агенты, они будут какие-то террористы, они будут какие-то радикалы, неважно. Мы их будем называть как угодно, но мы им не будем давать возможности что-нибудь изменять в стране. И чем дальше, тем жестче, тем крепче закручиваются эти гайки, потому что чем меньше идет сопротивление, тем больше идет по нарастанию, потому что эти люди, они не понимают какие-то цивилизованные вещи. Вот если им говорить просто, слушай, давай поговорим, давай будем договариваться, они таких вещей не понимают. Эти люди понимают только силу, потому что они всегда разговаривают только с позиции сил. Поэтому они с сильными странами заигрывают, подлизываются, давайте дружить, давайте так, называют их партнерами. Все что угодно, обходят какие-то углы острые, потому что эти страны сильные. А с теми странами, которые послабее, они всегда ведут себя не просто агрессивно, они ведут себя подло, лживо и нецивилизованно абсолютно. Потому что они понимают, что вся их власть может держаться только на страхе и только на запугивании. Потому что люди в России, к сожалению, не способны сказать свое слово открыто и сделать это массово, и чтобы этот голос был слышен везде. И когда одного человека полицейские стоят, бьют, а 10 человек стоят, снимают с телефонами, это о многом говорит. Потому что гражданское общество, когда есть и когда видит какую-то несправедливость, оно всегда реагирует, оно всегда действует. Оно делает так, чтобы эта несправедливость никаким образом не затравила ни людей, ни их самих. Это называется настоящее гражданское общество. Поэтому, когда Путин кричал, как в Париже, в Париже есть гражданское общество, в Париже есть законы, в Париже есть люди, которые действительно хотят что-то хорошего для страны. И в Париже власть не ворует, как это делает Путин и его команда. Поэтому, если выбирать, хотите, как в Париже, люди должны говорить в России, да, мы хотим, как в Париже. И любой нормальный, здравомыслячий человек скажет, мы хотим, как в Париже, но не как в России. Как-то так, друзья. Я вам желаю, как всегда, добра, любви, счастья, благополучия, понимания. И мы с вами скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok